Добрый день, друзья! Сегодня 8 июля, уже вечер, а у нас в Дельнодольске впервые проходит праздник Ивана Купала. Сейчас мы с вами сходим на общественное пространство «Авангард» и посмотрим, что там происходит, какие конкурсы, какие мастер-классы дают для наших жителей города. Пойдемте! Сделали замечательное украшение во входной группе. Большое количество людей, все гуляют. Поют песни, выступают коллективы. Сделали такой информационный стенд треугольный о празднике Ивана Купала. Можно почитать, что это, чем он посвящен. Прогуливаются казаки в казачьей форме. Выступают детские творческие коллективы. Редактор субтитров А.Семкин В этот раз перед сценой сделали сиденье из поддонов. Многие жители могут присесть, отдохнуть в этот жаркий день. Рядом со сценой установили такие интересные фигурки, вырезанные из целых стволов деревьев. И вообще говоря, большое количество людей гуляет здесь, отдыхает. Вы можете видеть полный стадион народа. По периметру стадиона расположились имитированные телеги, на которых мастера народного творчества разложили свои шедевры, которые они сами сделали. И предлагают обучиться вязанию, плетению, а также купить различные обереги, глиняную посуду, заколки и многое другое. Все, что связано с праздником Ивана Купала. Периодически на поле выходят творческие коллективы, которые устраивают здесь хороводы. Кузнечных дел мастера предлагают нам полюбоваться их творениями, различными подковами и прочими изделиями, выкованными ими самими, здесь же на жарком огне. А шедевром кузнечного искусства здесь является корабль, который стоит на крабе, который, в свою очередь, держит наверху на своих трубах чайник. Называется он Аврора. Давайте посмотрим на него поближе, с разных ракурсов. А неподалеку, под шатрами, проводились мастер-классы по выготовлению куколок-купавок. Эти куколки были важной частью праздника Ивана Купалы. Все дело в том, что в центральных областях нашей России эта кукла олицетворяла начало купания. Ее сплавляли по реке, а веревочки, которые привязаны были к рукам этой куклы, избирали людские болезни и невзборы. В других областях купавку делали в основном незамужние девушки и по ней гадали о суженном. В этом случае эти семночки, привязанные к кукле, играли роль желания девушки. Куклу старались сделать как можно более легкой, чтобы волны реки унесли ее дальше. Это считалось хорошим признаком. Таким образом, куколка, живущая один день, была очень важной частью ритуала праздника Ивана Купала. А вы можете видеть, как дети развятся здесь, на детской площадке. Строят башенки, и тут же их ломают, играют в притягивание канатов, бросаются кубиками. Ну, в общем, развятся, поскольку это самые настоящие обычные дети. Для них тут целое раздолье и отличный замечательный праздник. Посмотрим еще раз на панораму народного гуляния, снятую на широкоугольную камеру. Вы можете видеть, что здесь всюду развятся дети, ходят взрослые, разождаются прекрасной погодой и относительно нежарким днем. Вечеру все-таки стало попрохладнее. Очень красиво, очень интересно и для многих жителей города необычно. С удовольствием люди фотографируются среди дюков с сеном, с баянами и разными другими принадлежностями. Следует отметить, что такого праздника очень давно не было на нашей земле. Ну, а поскольку сегодня пятница и вечер, то здесь организовали шатры, где можно было поужинать вкусным шашлыком, замечательной выпечкой, отведать в хот-доги и так далее. Кульминацией праздника стало сожжение виденных нами ранее деревянных фигурок. Часто мне их было очень жалко, поскольку люди вложили в них большое количество своего труда. Конечно же, через них никто не прыгал. Также, как вы знаете, на Ивана Купала цветет волшебный папоротник, обладатель цветка которого может увидеть все лады на земле. Такой стилизованный папоротник был и на нашем празднике. Вот такой праздник, друзья, у нас в Зинодойске сегодня, 8 июня, прошел. Очень интересно, необычно и, как-то даже, странно для нашего честного города. Желаю вам всего самого хорошего, берегите себя, до новых встреч, пока-пока.